Основной вопрос сегодняшней сессии – изменение в главный финансовый документ города. Дополнительно в этом году в бюджет поступило почти полмиллиарда рублей. 40 миллионов из этой суммы направят на переселение в Алакжан из аварийного жилья. Почти 50 миллионов пойдут на ремонт бассейна и стадиона «Динамо». 2 миллиона решили направить на охрану новых стадионов возле 22-й и 3-й школ города. По мнению городских властей, назрела острая необходимость в наблюдении за спортобъектами. Те футбольные поля, которые там есть, беговые дорожки, которые там есть, имели место быть выезды автомобилей, имел место быть порча имущества. Это периметр стадионов. Приходилось подваривать, заваривать. Также дополнительные средства будут направлены на компенсацию затрат на капитальный ремонт жилья малоимущим многодетным семьям. За средства городского бюджета будет сделан и ремонт в квартирах ветеранов Великой Отечественной войны. Ещё один вопрос сегодняшней сессии – слияние двух городских департаментов. Градостроительством и коммунальным хозяйством Вологды теперь будет заниматься одно ведомство. Люди ходят сначала в один департамент, согласовывают, потом не обойтись без второго. То есть, это в двух департаментах обязательно. Вопросы, касающиеся перепланировки даже квартиры, ходить приходится. Вот после принятия этого решения, после проведения соответствующих мероприятий в администрации, система одного окна заработает ещё более эффективно. Но массовых сокращений, по словам председателя городской думы, при этом не предвидится. Меньше станет технических работников, юристов и начальников. Сегодня же городские депутаты одобрили решение администрации о создании дошкольного учреждения в районе Леноккомбината. Уже этой весной на предельщиков 4А должен открыться детский сад Ленок. Сейчас там уже установлены практически все окна. Начались работы по утеплению фасада. И буквально через месяц-другой группы должны будут прийти 300 вологодских малышей. Людмила Алексеева, Игорь Трифонов. Новости Вологды.